У здания аэропорта толпятся родственники тех, кто должен прилететь из Египта. Непростая международная ситуация заставила понервничать в первую очередь тех, кто все же успел улететь в Хургаду или Шарм-эль-Шейх. Последние новости людей и их родственников застали врасплох в самый разгар отпуска. После трагедии над Синаем российским туристам запретили перелеты к берегам Красного моря. Указом президента России до выяснения всех обстоятельств авиакатастрофы воздушное сообщение с Арабской республикой приостановлено. По данным МЧС, сейчас на территории Египта остается порядка 64 тысяч российских граждан, в том числе и туристов из Омска. Впрочем, нас заверили, что заложниками непростой ситуации не останется никто, и люди в ближайших числах плановыми рейсами вернутся на родину. Специально для этого самолеты в Египет все же вылетают, пустые. Чтобы встретить первых возвращающихся с курорта на аэровокзал, раньше других прибывают сотрудники МЧС, авиабезопасности и медицинокатастроф. И хотя внимание экстренных служб к этому рейсу столь пристальное, спасатели отмечают, ситуация не экстремальна и все под контролем. Ни в коем случае это не эвакуация, это плановый рейс запланирован, и люди возвращаются с отпуска. Для того, чтобы оказать помощь, МЧС организовала встречу, подготовила к встрече медицину. На Омскую землю туристы вернулись только с ручной кладью. В целях безопасности остальную багаж в Россию доставят спецбортами МЧС и Минобороны. На случай, если кто-то не справится с эмоциями, в аэропорту также дежурили психологи МЧС. Впрочем, их помощь, как и помощь медиков, не понадобилась. Превожно, особенно было вчера, когда у нас не было информации вообще, куда-то улетаем или как. Да, что будет с нами дальше происходить. Боялись ли вы лететь? Нет, мы хотели домой. Сочи лететь? Наверное, нет. Новость об отмене рейсов появилась на федеральных сайтах 6 ноября. А уже утром 7-го турфирмы стали срочно пересаживать своих клиентов на другие направления. Вот Хукет, кстати, есть, Моргоша, смотри. Хукет, Анкара и Лиханой. Варианты экзотического отдыха Маргарита Перкова перебирает, можно сказать, вынужденно. Изначально она планировала поехать с пятилетним сыном в Египет. Билеты в страну-пирамид, как и многие, омичи не стала сдавать, даже когда узнала о крушении российского лайнера над Синаем. В вашем распоряжении, какую страну выберут люди, вы свыли там из Омска, либо из другого города, как им удобно будет, можно поменять и зачесть себе полностью деньги. Я сильно не расстроилась, потому что адекватно воспринимаю всю ситуацию в стране. Мне кажется, своя жизнь и жизнь моего ребенка дороже каких-то намеченных планов. Тем, кому путешествие только предстоит, изменить направление отдыха будет несложно. Достаточно прийти в офис турфирмы, выбрать страну и отель, после чего агент пишет письмо туроператору с просьбой о перезачете. Затруднения могут возникнуть у путешественников, строго ограниченных по времени. Дата вылета в связи со сменой тура может сместиться на пару дней. Опять-таки же, люди, которые собираются на отдых, они в принципе уже готовы были лететь отдыхать. Поэтому с небольшими какими-то сомнениями, тем не менее, мы перебронируем туры. И все же отказываться от намеченного отдыха туроператоры не советуют. Деньги в случае полного аннулирования путевки могут и не вернуть. Впрочем, отмечают в турфирмах все нюансы, улаживаются индивидуально, а люди на форс-мажор реагируют с пониманием. Деньги в случае полного аннулирования путевки могут и не вернуть.